На данное издание, каким образом попало к вам, и почему решили передать это? Ну, такая действительно манятная история. Год назад Юра представлял перевод этой книги, рассказывал, насколько она уникальна и интересна. И такое совпадение. Сын мой, находясь в Германии, в одной из картофавок увидел, привлекло к слову Николаев, отбросил на фотографию, говорит, что-то было, где-то что-то мелькало, посмотри, что там. Я увидел, вроде бы что-то похожее, похожее на ту книгу, о которой шла речь. Отправил фотографию эксперт Айванову, он подтвердил, что да, это та самая книга. Ну, вот, собственно, ну, даже путь с Германией в Николаевске такой не такой длинный, и вот она здесь. Почему решили книжные? Да, ну, любая уникальная вещь, эта книга, она действительно уникальная, она узнав границу музея. Это, в общем, ее книги. Всяческая популяризация, это не просто вот книга художественная, это книга, вот, документация, которая описывается вот с немецкой популяризностью, вся та обстановка, которая происходила в Николаеве в те годы. Потому что, знаете, очень хочется, чтобы у нас не было, как в знаменитой книге Оруэлла, 1984, да, история меняется каждый день по-новому. Поэтому история, она должна быть такая, как она есть, и мы, наши дети, должны ее знать такой, как она была на самом деле. Тут достаточно непредвзятое, очень объективное описание тех событий. Поэтому, опять же, любая популяризация истории, помимо исторической ценности, должно быть, это, наверное, может быть, сделает нашу жизнь немножечко лучше. Топ-соп-соп-соп.